Наша тема на сегодня называется Глионная плотность Вайдзекера Вильямса Вот, значит, через глионные плотности выражаются там все различные сечения И поэтому ее нужно найти Это число глионов, грубо говоря, в нашем ядре Будет такая интерпретация В единице, так сказать, интервала быстроты И единице интервала поперечного импульса Вот, но для того, чтобы это все вывести Я вот написал сверху то, что в прошлый раз было То есть в прошлый раз было что? Что мы нашли поле от ядра, состоящего из А Ну клонов, в каждом из которых по кварку и антикварку То есть каждый из которых представляется диполем Вот, во всезаконностной калибровке А плюс равно нулю Значит, поле вот такого ядра Оно выглядит так Значит, у нас зависимость от х плюс ушла В зависимости осталась х минус, х перпендикулярная Ну, вот эта формула, это просто определение фактически Как выражается поле через тензор напряженности Дальше Вот этот тензор напряженности, опять-таки, в светоконусной калибровке А вот этот тензор напряженности в кавариантной калибровке А С, С, это матрицы калибровочного преобразования Переходы из кавариантной калибровки, соответственно, в калибровку в световом конусе И эти С мы строили Вот, что такое С, это вильсоновская линия Вот, такого типа Она, если мы напишем наше поле как сумму полей, создаваемых каждым из нуклонов То вот эта P-экспонента перейдет вот в такое упорядоченное произведение Где и ты, и это номер соответствующего нуклона Который излучает наш глюон Ну, поле Вот И они упорядочены по X- То есть все вот эти нуклоны, они вот так вот стоят То есть первый это первый, последний это последний Вот Ну, это довольно естественно, что вот логарифм, соответственно, это что? Это функция Грина Ну, в плоскости, да? Для потенциала обычного кулоновского Вот, ТА, это заряды соответствующие Вот Ну, и вот они упорядочены по траектории Дальше, если мы расписываем, что такое тензор Мы получали, что для нашего поля, соответственно, сведоконстной калибровки Вот, справедливо, вот такое выражение И Что мы будем делать теперь? Теперь мы посмотрим на число глюонов То есть это поле, его можно выразить через число конкретных глюонов А именно, наше поле LC, да? Вектор Остальные компоненты у него равны нулю Значит, от X- И X- Мы можем всегда разложить по операторам рождения и уничтожения просто, да? Это будет, соответственно, интеграл ДК плюс ДК вектор 2П в кубе 2К плюс Ну, вот эта нормировка, соответственно, можно корень писать, можно писать целый Вот люди пишут целый И тут, соответственно, А К лямбда Е к лямбда Е в степени и К X Так, только, наверное, минус, да? Плюс Крест к лямбда С звездой А к лямбда Е в степени и К Вот Да, и глионное поле действительно То есть, А крест, соответственно Если я сделаю сопряжение, то у меня получится, что Значит А К лямбда Крест Равно А минус К Да? Ну, насчет лямбда Это как бы Я вот лямбда писать не буду Мы по нему все равно будем суммировать Вот Хорошо И Теперь Мы можем организовать вот такую величину Крест К лямбда А Да, и еще вот тут вот Буковку А напишу Это цветовой индекс Так Ну, у нас 8 глионов Соответственно, их вот 8 таких полей Значит, вот тут вот Напишу Буковку А К лямбда Значит, что это за оператор? Это оператор числа частиц Так Ну, как в пантомеханике Оператор Мы будем суммировать По лямбда В смысле, вот тут С Вот Мы будем суммировать по лямбда И У нас есть ядро То есть Это все во вкладках ядра будет находиться Вот Вот такой Матричный элемент Говорит нам Сколько То есть число Глионов Всех цветов Да И всех поляризаций С импульсом К Так Вот Если Я это проинтегрирую По Значит С нашим весом То есть ДК вектор ДК плюс ДВК плюс ДВК плюс Вариантным То я просто получу число глионов Которое создает мне А где там создается нашим весом? Ну, в смысле Вот стандартный вариантный вес Этот я имею ввиду Значит, я получу просто число глионов Там Н Вот Я могу это представить Как? То есть там Ну, как я еще говорил Что у тебя, на другом говоря Там Глионы С каждым импульсом Включаются По Вот это число глионов С импульсом К И я вот пока Их и Значит, все суммирую Да Вот Смысл Вот этого ДК на К Да Это Д логарифм К Логарифм К Это быстрота То есть Мы можем говорить Что вот этот маточный элемент С точностью до какой-то константы Из Пи Это плотность Глионов На интервал Быстроты И на интервал Перечного импульса Значит, мы будем считать Что ядро большое Все там усредняется Поэтому от направления Конкретного Вот этого К Ничего не зависит Поэтому Я напишу это так Фи От Икс К Перпендикулярное Помножить на Д К Квадрат Значит И помножить на Д Логарифм К Плюс Или даже К Плюс Я сейчас Скажу Включим мы К Плюс Или не Включим Вот К Плюс Мы Не включим Все хорошо Вот Интеграл Вот Вот эта функция Соответствующая плотность Да Икс Это Это К Плюс Делить на П Плюс Где П Это импульс Ядра как целого Он нам задан То есть Это доля Которую Несет Вот Вот этот Глюон Импульса Ядра Продольного Вот Значит Вот это Φ Называется Непроинтегрированная Глюонная плотность Вайзекера Вильямса Потому что Если мы ее Проинтегрируем Ну Будет Проинтегрированная Значит И Еще Она называется Соответственно Функция Распределения Вайзекера Вильямс Вот Это Φ Вот Утверждение А Ты найдешь Раскладывая Вот Именно То есть Вот Я просто Это классическое поле Вообще говоря Построено Да 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 Тут Это все Классическое поле То есть Мы Действуем На уровне Классического поля Мы говорим Что Ну вот Мы его взяли По источнику Ну Движущейся Заряды У нас Да Построили Вот такое Вот большое поле Вот И Говорим Мы его можем Разложить По А Вот Фурье разложение Да Это не операторы Это не операторы Но Если я скажу Что это операторы То интерпретация Это число частиц Вот То есть Модель Маклерна Венагаполана Это модель Классического поля Ядра Вот А потом К ней добавляются Квантовые поправки С помощью уравнения Джимволк По факту Джимволк Который Вот Хорошо Значит Вот число частиц Вот значит FWW Так И тут Значит Как я могу Его Написать Соответственно F От XK Равно Это А Сумма По Лямда А Крест А К К К Что там С К У меня Есть К плюс К перпендикулярное Да А С К плюс К перпендикулярное Вот Тут А И коэффициенты У меня будут Соответственно П На 2 П В кубе На 2 На 2 И сумма По Лямда Я написал Вот Теперь Что мы сделаем Мы скажем Что Ну давайте Возьмем Обратное Фурье Вот тут Выразим Вот эти Наши А Которые У нас тут Стоят Через Наше А Большое А Большое К Ту Вверху Оно Фактически Это результат Усреднения По Нет Пока Это Функция Но Заряды Вот они стоят Они еще не в обкладках В этом смысле Я их в обкладке Поставлю сейчас Вот И тогда Это будет Усреднение Вот эти заряды ТА Это заряды Конкретно Вот Глюона Да Вот А когда я их поставлю Вот в эти обкладки Я их буду воспринимать Как усреднение Я просто взял снимок Какой-то Моментальный Как они там Распределены И поляризованы Все вот эти Скварки И от них Посчитал Вот это Моментальный Поле Просто Здесь некая Конфюз Собнозначением Да Я буду усреднять По положению ядра По цвету И по Ну не ядра Ну клона в ядре Классическое усреднение В смысле этого Распределения по иксу Классическое обычное усреднение Да А по цвету Это Ну если хочешь Квантовое усреднение Потому что цвета классического Как бы нет Вот То есть частицы классические Как в смысле В положении у них Классическое заданное координаты Вот там все функции координат А цвет у них Как вот спину частицы Да То есть он вроде бы квантовый Но он находится Именно в этой точке И смотрит куда-то там Да Вот Хорошо Значит Ну что я делаю Я беру Вот значит Обратное фурье Так Значит Если я возьму Обратное фурье У меня получится Что мое А К лямбда Это Значит А к лямбда На Е к лямбда Ат Так Ц Значит Значит А к лямбда Е к лямбда Делить на Фактически 2К плюс 2К плюс Вот тут Это от К плюс Значит Делить на 2К плюс Значит Что я делаю Я беру от обеих частей Интеграл Фурье Вот такой Интеграл Д Х Минус Д Х Перпендикулярное Е в степени Е в степени И Л плюс Х минус Минус И Л Х Так К Ну вот Л напишу Значит Л Вектор Х Вектор Так Знак Фурье У меня Какой Знак Фурье У меня Такой Вот Хорошо Ну я рисую Значит А Ну собственно АЛЦ я беру Так Так 2П в кубе Тут еще 1П в кубе Так Сейчас Все пив кубе Расставлю С минус С минус Перпендикулярное Значит Вот тут у меня Стоит Тета От к плюс Если я Воспользуюсь Действительностью То я Фактически Вот это Переведу Или вот это Переведу Сюда Вот И скажу Что у меня Интеграл идет По к От минус Бесконечности До плюс Бесконечности Вот Теперь Значит Я Беру Фурье Обратное У меня Там Значит Стоят Вот эти Две Экспоненты Вот с Этой Экспонентой Например Ну или Вот с Этой Смотря Куда я Переведу Пусть я Переведу Сюда С этой Экспонентой Раз там У меня Минус У меня Будет 2П в кубе Дельта Функция Вот 2П в кубе Дельта Функция 2П в кубе Дельта Функция Этой 2П в кубе Сократит И вот эти Дифференциалы Сократит Итого У меня Останется Значит Таким образом Окрест Эпсилен Со звездой Делить На 2К Плюс Так Вот Значит 2П в кубе Здесь действительно Не надо Вот Хорошо Ну Раз я так Сделал Это Окрест Вот Теперь Я должен взять Это туда Подставить Я могу В принципе Взять И помножить На Вот Обе части На соответствующее Эпсилон С лямбда 1 Каким-нибудь Л Вот Когда я помножу У меня тут будет Или 0 Или 1 Ну или минус 1 Ну грубо говоря Я а изолирую Оттуда Вот Итого у меня получится Пи На 2П в кубе На 2 Сумма Полианда Так Еще до этого Интеграл Дэкс минус Дэкс вектор Дэйгрик минус Дэйгрик вектор Е в степени И И Минус И К Плюс Х минус Минус Игрик минус Плюс И К вектор Х Минус Игрик Вектор Так Так Помножить 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 Сумма Полианда А Тут у меня будет стоять Так Это у меня был Ц Соответственно Это тоже Ц А С От Х Минус Х Перпендикулярное А С От Игрик Минус Игрик Перпендикулярное А Вот тут у меня Стоит на самом деле Эпсилон Эпсилон Со звездой Вот На который я множил Да Я сумму По лямбду Буду брать Эпсилон Эпсилон Со звездой Даст мне просто Проектор Поэтому они Свернут Вот И сумму По лямбду Уберу Вот И напишу Вот тут вот Вектор И вектор Скалярное Произведение Да Вот С точностью Возможной Там минус Единица Но в общем Ее там нет Если аккуратно Делать Вот Хорошо И может Коэффициент Только Общий Вот этот Нужно Помножить На него Соответственно Вот тут Будет 2К Плюс Квадрат Вот Вроде бы Все Теперь Вот этот Значит Цц Я могу Написать Как Полная А След Ну и Одну Вторую Вытащить Вперед Вот Значит Это я сделаю Когда буду Переписывать Это первый шаг Который я сделаю То есть Я Вот тут вот ТЦ ТЦ Введу И напишу След Цветовой След Соответственно ТЦ Вот у меня Вот у меня Тут написано Где-то Вот Собственно Это Вот это Поле Написано Вот В нем Стоят ТТ-функции От Х- Минус Минус Икс Ит Ну и тут Х- Минус Минус Икс Ит Штриха А тут Без Штриха То есть Как выглядит Это поле Вот у нас Набор Нуклонов Там как-то Стоит Да И У нас Это поле Вот Когда ядро Значит Если мы смотрим До ядра То есть Ну ядро у нас Условно в нуле Да То Там у нас Нет ничего Потом К первому Пришли Она у нас Поднялась Насколько-то И дальше Так и идет Ко второму Пришли Поле Поле Ну вот Это функция Вот Оно еще Поднялось Еще Поднялось Еще Поднялось Вот Так как ядро У нас В принципе Ну перешли В систему Ну мы сделали Буст Да То Само ядро Очень узкое И поэтому Поле Эффективно Оно вот Вот так Идет Где ядро Вот сосредоточено В окрестности нуля Вот Поэтому Вот в этом Вот в этом Выражении Для огленной плотности Которая Так сказать Видит частица Налетающая Мы пренебрежем Различием Вот этих Икситых Штрих Икситых То есть Координатами Конкретных Частиц В ядре И заменим Их просто На тета От х- Все Шириной Сжатого По лоренцу Ядра Это ширина Вот в этих Координатах То есть Икситые Минусы Да Это координаты Конкретных Коварков Конкретных Нуклонов Значит Ширина Моего ядра Она Связана С Значит Ширина Моего ядра Скажем L Нормальная Ширина ядра Да Покоя Я сделал Буст У меня Возник Множитель Ну вот Я плюсовую Компонент Смотрю Поэтому Это у меня Что-то Типа Там Единица На Ну Вернее Вот так Это будет Сейчас Корень Наверное Корень Единица Минус Бета На Единицу Плюс Бета Вот он Ну Вот такой Фактор Там Возник Если Бета Ну Наоборот Тогда Если Так Нет Правильно Правильно Значит Бета У меня Близко К единице И Он у меня Подан Ну Смысли Он у меня Ужался Вот То есть Вот Вот Это Ширина Ну С точностью Вот Тут Стоит Начальным условием Энергии Столкновения Значит Оно будет В импульсе Потом Стоять Оно будет Стоять В К-плюсе Да Значит П-плюс Это импульс Ядра Да Вот Когда Это Ну Это В этом Смысле Плотность Которую Несет Частица С большим Импульсом Когда мы Будем Как бы Солкновение Смотреть У нас Будут Инварианты Вот Это П-плюс Помножится На какой-нибудь К-минус Второй частицы И это Даст нам С Вот С Будет Велико Но Все Это Рассмотрение Оно На самом Деле Говорит Нам Что И П-плюс Оно Велико Потому Что Мы Смотрим Частица Нас Налетает Быстро Да Вот Мы Вот Это Написано В этом Смоции То есть П-плюс Это Что-то Типа Порядка Корней Из С Ну Где-то Больше Рассматривать Это Все Асимпатические Энергии Поэтому Вот Этими Еще Раз Да Конечно Бета Это Скорость Протона Который На тебя Налетает Просто Ты стоишь Он Налетает Большой Большой Маленький То есть Вы Как Вы Слова Так В Переменных Которые Вы Используете П Большой Корень Из Хорошо Типа Значит Это Как Типа Будет Вот А Потому что Это Плюсовые Компоненты Ну Ну Это я На первом Занятии Делал Что Плюсовые Мультикапликативно Переходят При Бустах И Вот Это Фактор То есть Вот Это Шириной Пренебрекли Мы Горем Вот Тут Просто Это От Х Минус И Тут Это От Х Минус То Есть То Есть То Есть Вот Это Соответственно Пропорционально Тета От Х Минус Это Т Пропорционально Тета От У Минус Минус То есть Вот Это Поле Да Оно Пропорционально Тета От Х Минус Это Поле Пропорционально Тета От У Минус Вот В результате От Х Минус У Минус Тут Тока Экспонента Вот И Ее В принципе Можно Нужно Брать Вот Мы Говорим Вот Интеграл Эти Интегралы Вообще Говоря Y Вектор Это Так Вот Эти Вот Значит Минус Бесконечности Дет Бесконечности Вот Нужно Брать Вот Эту Экспоненту Вот От Тета Функции Так Ну И Мы Так Сказать Помахивая Ручкой Будем Говорить Что Бесконечность На Бесконечности Мы Вклад Бесконечности Учитывать Не будем Что Мы В принципе Как-нибудь Тут Плюс И Ноль Можем Добыть Вот Это Такое Тонкое Место Как его Добыть Вот Ну Можно Просто Ну То есть Грубо говоря Когда ты Вот Это Пишешь Тут Подразумевается В принципе Что Контур Скажем Скажем Как-нибудь Там Вот Сдвинуть Чуть Чуть Но Это Как бы Из той Же Серии Что И все Вот Эти Прескрипции Плюс И Ноль Я Просто Не хочу Это Вот Сейчас Говорить И Честно Горя В этом Конкретном Случае Я До Конца И Ноль Так Аккуратненько Не получил Вот Но Идея В чем Вот Мы можем Тут Грубка Это Y Минус Будет Y Перейдет Там В Y К Минус На Единице Плюс Эй Что Нибудь Так Что Когда Я Буду Брать Интеграл От Минус Бесконечности До Плюс Бесконечности Я Эффективно Буду Брать От Минус Бесконечности До Нуля Да Вот А Минус Бесконечности Выкину Вот Из Прескрипции Итого Таким Образом Я Избавлюсь От Минусовых Компонентов И Получу От 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 Икс К Перпендикулярное Будет У меня Значит Ну вот Фактор Там Какой-то К Плюс В Квадрате Тут Сколько Ты П Вот Тут Какое-то Число Я Потом Напишу Значит Будет Д Икс Д Игрек По Векторам Остался Е Степени Ик Икс Минус Игрек Фурье Одно Осталось Тут Значит А След Видно Что-нибудь Нет Вот этот Так Вы На него Вроде Жаловались Так А Так И тогда Я Определение Вот так Перепишу Значит А От Х- Эксперпендикулярное Мы будем Горить Что это Тета От Х- На А Ну Просто От одного Аргумента Х- Перпендикулярное Л Ц Да То есть Я Дальше Буду Писать Только Вот эти А Написал А От Х- Перпендикулярное А От У Перпендикулярное Обкладка Вот А тут След По цвету Это Виктора Скалярное Произведение Скалярное Произведение Так И число Вот тут Вот будет Некое Тут Было Четыре Значит И еще Я след Написал Поэтому еще Одну вторую Мне надо Так Значит Два Что ли Будет Четыре Было Вот Этот След Возьму Будет Еще Двойка И Она Четыре Мне Сделает Вот Вот Ответ Да Теперь 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 Надо Вспомнить Вот Уже Верхнюю Самую Формулу И туда Подставлять Так Сотру Чего Нибудь Нибудь Продолжение следует... 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 и тут же я сразу буду писать с от x житая минус y перпендикулярная tb s от x житая минус минус первой y перпендикулярная так это я вот эти написал и вот эти помножить на x минус x и т помножить на y минус x житая житая да плюс еще три таких слагаемых у которых вот эта часть будет такая же а вот это будет соответственно там меня все так кварк с кварком да там быть квартир с антикварком антикварк с кварком антикварк сантикла и знать какие то вот там в общем вот это тут вот это все еще у меня под знаком во-первых а а во-вторых вот это вот под знаком трейса да вот я трейс трейс в этом смысле он сейчас я сейчас буду считать значит так ну трейс хорошо давайте считать вот это все да что во первых вот тут нас идет сумма по и и жи вот эти штуки вот т и т а т жи т б они действуют пространство каждого там своего нуклона вот и мы предполагаем что вот ядро летит и значит она пролетела и вот она кое было она только про взаимодействовал какими-то глюонами значит то есть вот это а это у меня по факту то есть первый нуклон второй нуклон третий нуклон а ты нуклон так вот и с той стороны также вот а вот эти ты действует пространстве только к своего этого нуклона поэтому если и не равно же то мы говорим что вот у нас есть и ты есть и ты же и у них там т а какой-то стоит вот нуклон у меня бесцветный так поэтому вот это и по цвету это что-то единицы на корень из n проектор на как бы с этой стороны но на след то есть вот это будет равно единицы на н на след вот это вот цветовая его часть так координатная она там мы с ней дальше будем разбираться световая вот такая вот поэтому когда и не равно же у меня это просто ноль так это отражает не то что глюон этот самый вот нуклон летел да он один глюон не можете спустить чтобы нуклоном и остаться он должен спустить как минимум 2 тогда он останется бесцветным вот поэтому вот эта сумма вот эти штуки мне дают то что у меня когда и не равно же мне это просто ноль а когда и равно же соответственно у меня будет и ты т а и т б тут будет и ты это будет значит единицы на 2 н дельта а б вот это я сюда все пишу после чего у меня остается вот тут одинарная сумма только по и и везде у меня значит месты я пишу же из места же я пишу и а а вместо я пишу бы и вытаскиваю n вот это первое второе значит я хочу смотреть что такое с с этапой экспонента до по экспонента и вот это вот а это фундаментальное представление так то есть вот тут вот об а это на самом деле а ты а где ты а фундаментальное представление вот а я делал это упражнение когда уравнение быка выводили который говорит что значит есть ли у меня есть матрица весеновская линия в фундаментальном и присоединенном представлении то они связаны а связаны они вот так у а б соответственно на т б это в крест и а в вот это соответственно присоединенное представление в это фундаментальное это генератор фундаментального представления единственно что я крест с этим не выводить не хочу посмотрю правильно ли я поставил так уа б на тб вы кресты а в да правильно поставил мы это делал можно чертка сделать нам не надо вот и что я вижу то собственно я вижу что у меня есть какая-то вельсиновская линия вот это с да она у меня умножается на т.а. умножается на себе обратную но это все равно что минус 1 равно крест да вот то есть вот это на самом деле у меня вельсиновские линии в присоединенном представлении так вот ровно по этой формуле вот почему нет все да не на что просто это равно это равенство по построению мы ее так строили чтобы когда и дифференцируешь а вылезала из того что нам нужно переходить между все таком струклибровку вот поэтому вот это это просто вельсиновские линии в присоединенном представлении и я их сюда значит напишу вот и это вельсиновские линии в присоединенном представлении помноженные на генераторы в этом самом в присоединении фундаментальном понимаете так понятно нет но смотрите вот вельсиновская линия вот я вместо в пшу с вот она это вельсиновская линия с т.а. на с в минус 1 ну у меня тут наоборот получилось да значит это вельсиновская линия в присоединенном представлении то есть точно такая же только вот если здесь была а от а то вот здесь значит будет а а ты большое а все вот это вот эти большие они там вот в экспоненте сидят так эта матрица с индексами тут вот я не знаю bc который 8 на 8 абсолютно только вот здесь вот будет не ты маленькая а а будет т большое все а это это маленькая она в другом пространстве нас прямое произведение вот эти действуют пространстве значит наших полей на котором а вот эти действуют пространстве наших нуклонов вот как я тут нарисовал вот их я сейчас буду усреднять по нуклону то есть они в разных пространствах живут вот то есть это сам своем живет это в своем живет вот а значит а ты а это вот его а вот значит и поэтому когда я вижу вот тут вот с т а с минус первое я понимаю что это на самом деле вот такой же такое же выражение только вот место т а я должен стать это большое и еще с индексами посмотреть вот ну правильно я ее расставил или нет потому что одну тут у меня в крест т а в а там у меня все-таки с т а с крест стоит то есть я должен сопряженной от этого взять вот понятно теперь или не очень ну более понятно ну хорошо я просто это так говорю слоем тушь не охота вот это вот все вот переписывать лишний раз вот значит а вот с этими мы разобрались их уже нет они нам дали вот это ницин 2 н значит вот эти дадут нам соответственно что они нам дадут они нам дадут след в присоединенном представлении от с от x присоединенное представление сопряженное на с от y грубо говоря вот с коэффициентом 1 2 1 2 1 2 вот исследовать тех вот самых матриц маленьких хорошо пишу 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 да понятно сейчас напишу пишу пишу равно к плюс квадрате g так 4 пока писать не буду значит dx вектор до игрек вектор так а на конце так ну хорошо 4 то я пишу я потом коэффициент общего 2n вот я вытащил из вот этих здесь у меня остается след как мне его бы их назвать там да а я тогда их просто напишу как с с а б от x минус x перпендикулярно на на с с меня нету т т пришло вслед сейчас объясню значит y так нет че там x а это и ты все до x и ты минус x и ты тоже минус y перпендикулярно и че там мел да где да не имел но я просто его туда положил чтобы значит с с б а соответственно след да это я все вот это помножить ну вот поскольку она как была так и осталось сейчас я допишу и скажу у минус x и ты плюс так далее и тут где-то а так значит вот здесь я и везде написал да и здесь и везде написал значит вот этих матриц нет они мне дали единицы на воен и сумма динарная по и ниц да вот вот это значит как получилось еще раз вот это равно значит это вот с а б так а б б с а б с а б аргументов помножить на т б да а вот второе она у меня даст мне соответственно с там ну б а помножить на c а c а помножить на tc по tb tc у меня идет след так след tb tc это одна вторая дельта bc в результате я получаю вот то что я здесь написал что индексы у них вот такие вот и одну вторую ну и наверное все ну за коэффициент в этом смысле потом правильный сравним все теперь вот это это на самом деле след в присоединенном представлении от но это диполь ток глионный так то есть этот рейс с с крест где с эта матрица в присоединенном представлении ток глионный диполь вот теперь давайте вот с этим разбираться у нас это стоит в обкладках по а и мы хотим носить и обкладки как-то посчитать как они что они дадут значит да по координатной части по цветовой мы в этом смысле взяли у нас единственное что вот тут вот цвет с координатами как там замешан но это так сделаем сейчас так 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 там нормально все так как че брал то так ага да вот я вводил когда-то такую вещь которая называлась профильная функция ядра и говорил что это или гаусс или цилиндр или откуда-то ее нужно брать да да правильно никак никак она от x плюс не зависит только плюс это сопряженный x минус в этом смысле это отражает тот факт что я говорил что когда мы бустируем x плюс скажем переходит в единицы на большой фактор вот тот из бета который я составлял да в x плюс а x минус соответственно переходит в лямбда на x минус и когда ля ну в смысле лямбда это вот единица минус бета там вот это все когда он очень большой то вот вся зависимость умерла вот а это фактически стало дельта функционный или вот в этих терминах это то что вот это поле она превратилась по факту в эту функцию вот там был там скажем тензор напряженности или еще чего-то производная от поля он был вот такой а само поле вот здесь в этом смысле это дальше пошла типа там постоянное поле там калибровка вот так значит функция профиля ядра значит которая выглядела вот так т от b значит играл от минус бесконечности на плюс бесконечности db3 значит ро ну а bb3 то есть мы говорим что ро это вот плотность числа нуклонов ядре да просто а мы берем интегрируем ее по 3 компоненте у нас остается только перпендикулярная соответственно вот плотность вот и она вот называется функция профиля ядра ну клеус что там профайл фанкшен функция профиля ядра профиль да сейчас я точно скажу значит и они еще делят ее на вот ну если я поделю юна то она будет нормирован на единицу так это будет вероятность найти нуклон значит вот с карина ты бы теперь что я буду делать я скажу что это все равно вот про это я пока забуду потом буду вот этот кусок и про это забуду значит вот этот кусок в обкладках он мне даст такой вот интеграл я его просто перепишу вот сюда что а вот эта координатная часть из минус иксы икс и минус иксы икс и минус иксы икс минус иксы икс и икс и а равно интеграл д б д б не, не db по x по x я проинтегрирую по x t от b и t на а ну от вот этого всего соответственно x минус x y минус x x минус x y минус x вот а b и на самом деле я вынесу потом сейчас найду чем это все у меня кончилось так видно или вообще ничего не видно сотрем лишнее сотрем лишнее b и но б и это фактически b поэтому я его вынесу за интеграл сейчас секунду значит положение в обкладке говорит мне следующее вот я должен взять вероятность нахождения ядра да это самого нуклона так вот то есть я фактически должен свернуть вот это с нуклонной плотностью того что у меня вот нуклон находится в точке иксы да вот вот и проинтегрировать поэтому иксы вот вот плотность она у меня вот это делить на вот я и написал мне осталось ее только найти вот то есть поставить ее в точку вот в эту хорошо я ее ставлю в точку иксы вот но точка иксы я хочу сделать что я хочу вот вот у меня ядро да вот тут у меня где-то есть иксы на самом деле есть иксы штрих ну вот тут вот его нет но он вот там в многоточии да вот и есть есть значит икс и игрек так есть иксы игрек вот сейчас вот сейчас 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 скажу значит я вот в этом т ну что такое откуда я отсчитываю это на самом деле да вот вот у меня тут вот мой мой да 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 я хочу я хочу ее вынести пренебрегая вот размером гидра этого нуклона вынести за интеграл вот этот интеграл сосчитать сейчас я соображу значит вот что такое b b это прицельный параметр вообще говоря вот то есть нет b это b это прицельный параметр вот то есть b это у нас x плюс y возможно пополам сейчас b сейчас я его найду x плюс y пополам вот вот то есть перпендикулярный то есть вот мое ядро маленькое вот тут вот где-то вот эти вот икситые икситые штрих в нуклоне вот а еще у меня есть вот тут вот x и y где-то сейчас 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 и b b это ну фактически расстояние от сейчас отсюда до серединки вот так отсюда серединки да откуда до серединки вот а вот сейчас я пойму откуда то есть x и y ну они у меня там где-то стоят но это точки в которых я смотрю вообще да вот а икситые это точки в ядре и значит меряю я значит вот тут у меня стоит икситые меряю я от x и y значит вот ну тут от x тут от y это же как бы ну то есть икс и y это что такое x и y да правильно это у меня будет потом размер диполь на летающий то есть x в иксу стоит скажем вот кварк в игреке стоит антикварк да потом вот и хорошо это вот так наверное скажем да правильно это кит ну вот очень просто вот мои произвольные точки в которых я смотрю на ядро а ядро у меня находится ну вот от них грубо говоря на расстоянии x минус x и ты или там y минус y ты вот оно где-то там но ядро оно большое но x и y не в одной точке но в среднем эти где-то тут а эти где-то там и прицельный параметр это между ними сейчас я соображу как правильно это написать только наверное вот так что x и ты это вот скажем да расстояние до нуклона там да до вот расстояние до нуклона это вот скажем b плюс какой-нибудь delta x и 3 что ли вот тут внутри вот да вот и я x плюс y а а b b вон у меня написано плюс вот это дельта x и то какое-то вот то есть что я хочу на самом деле я хочу вот отсюда сказать что я вот этим пренебрегу всем пренебрегу всем плотность примерно одинаково считаешь внутри да 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 сейчас сейчас что я тут делаю это собственно да я говорю от иксы этого правильно но вот у нас есть две точки наблюдения x и y они появились вот из фурьет и и мне нужно как-то определить расстояние до них но самый естественный путь переходить потом значит b и r соответственно x минус y вот я вот потом к ним перейду вот секунду найду это так да все таки я и выношу как ты от б то есть я говорю